В столицу 4 часа дня в студии Иван Тулинов, в эфире телеканала Хабар 24 новости. Здравствуйте. В эти дни Пекин становится центром притяжения внимания всего мира. На втором форуме «Один пояс, один путь» ожидают огромное количество глав государств и правительств. На события аккредитованы больше 4000 журналистов. Китайская инициатива, как накануне обозначил официальный Пекин, нацеленная на мирное развитие и экономическое сотрудничество, способна объединить не только страны, расположенные на пути древнего Великого Шелкового Пути, но и весь мир. Айгуля Дилова передает из Пекина. Великий Шелковый Путь. Когда-то этот древний маршрут соединял не просто торгующие стороны, но и сами цивилизации эпохи. Рождались, сменяли друг друга, в жестоких противостояниях погибали великие китайские династии, зарождались. И исчезали в небытие целые цивилизации Европы. А вдоль Великого Шелкового Пути продолжали идти караваны, несшие новую жизнь. И вот день сегодняшний. Поднебесная, собравшая в кулак экономическую мощь, развивающая периферию, усиленно диверсифицирующая экономику, строящая современные производства, укрепляет отношения со старыми друзьями. Китай смотрит на Запад. Этот самый стереотип о качестве производства уже, кажется, становится легендой. Идея о возрождении Великого Шелкового Пути, создании экономического пояса была озвучена в столице Казахстана, городе, тоже наглядно демонстрирующем, на что способны воля и большое желание созидать. Шелковый путь дня сегодняшнего – это развитый и только входящий во вкус экономики Юго-Восточной Азии. Порт Лянь-Юньгань, в частности, и уходящий на Запад современные скоростные железнодорожные и автомобильные магистрали. Через несколько тысяч километров они приведут в Харгос или на станцию Достых – это, опять же, не все точки. А дальше груз помчится уже по казахстанскому отрезку Шелкового Пути – трассе Западная Европа, Западный Китай. Недаром ведь Казахстан заслуженно называют лидером в Центрально-Азиатском регионе. Республика умело выбралась из сухопутной ловушки и уже стала международным транспортным хабом. Для сравнения, в 2011 году количество контейнеров, которое было перевезено транзитом через Казахстан из Китая в Европу, порядка тысячи контейнеров. А в 2017 году, представляете, количество перевезенных транзитом контейнеров составило 200 тысяч контейнеров. То есть за шесть лет увеличилось целых 200 раз. Уже завтра в Пекине, которому сегодня приковано без привлечения внимания всей мировой общественности, пройдет вторая встреча в формате форума «Один пояс, один путь». Участники подведут итоги шестилетней реализации инициативы. Это подтвердят и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда и цитата посла Китайской народной республики в Казахстане. Самый важный и почетный гость – султан Абишевич Назарбаев. Еще одно подтверждение тому, опять же, цитата Си Цзиньпина. Эти слова председатель КНР произнес на первом форуме. Казахстан играет стимулирующую роль в развитии инфраструктурного строительства. И вот эти слова четко обозначают роль республики и лидера ее нации в становлении глобальной экономической структуры. Что касается двустороннего сотрудничества, а, как правило, такие площадки хорошие в возможной сфере часы, то и здесь эксперты подчеркивают новый уровень предметного взаимодействия. Раньше сотрудничество тех же компаний Казахстана и Китая имело иную модель. Сейчас же подключаются госорганы и происходит стратегическая стыковка. То есть взаимодействие того же бизнеса теперь дело не только одного бизнеса. Новые модели сотрудничества смогут обсудить бизнесмены стран непосредственно или опосредованно участвующих в инициативе «Один пояс, один путь». На площадке это нововведение второго форума проходит конференция предпринимателей. В том числе ее проведение демонстрирует увеличивающиеся масштабы. Все это участники и наблюдатели смогут увидеть завтра. После традиционной яркой церемонии открытия пройдут саммит за круглым столом, заседания высокого уровня, тематические подфорумы и панельные сессии. Сейчас в многомиллионном мегаполисе идут последние приготовления, но и думается, что официальных церемоний и протокольных мероприятий будет минимум. Через шесть лет после первого упоминания китайской стороной этого мегапроекта Поднебесная доказала, что многочисленным совещаниям и затянутым конкурсным процедурам предпочитает дело здесь и сейчас. Айгуля Дилова, Айдос Рикполула, Жандос Битабаров, Хабар 24, Бегин. Проект «Один пояс, один путь» – главная тема, которую сегодня обсуждают ведущие зарубежные эксперты. И в столице здесь свою работу начала международная конференция. По итогам планируется выработать новые идеи по взаимодействию Казахстана с другими странами, как в политическом, так и экономическом планах. Кульминацией события станет презентация Международного центра геополитического прогнозирования. Под ее эгидой специалисты планируют собираться каждые два-три месяца. Вопросы планируют обсуждать самые разные, в их числе региональное сотрудничество, урегулирование локальных конфликтов, противодействие экстремизму и терроризму. Казахстан превращается не только даже политическим мостом, площадкой для политических переговоров, но и, как есть такое красивое выражение, территорией смыслов. То есть, в каком-то смысле Казахстан может взять на себя инициативу любых дискуссий и постановки самых актуальных вопросов современности. Зона свободной торговли. Казахстан ратифицировал временное соглашение между странами Евразийского экономического союза и Ираном. Сегодня депутаты Сената приняли соответствующий законопроект, направленный на экономическую поддержку между сторонами. Соглашение позволит увеличить экспорт казахстанских товаров на рынок Ирана, население которого больше 80 миллионов человек. И АЭС даст таможенные преференции для экспорта мяса, кондитерских изделий и лекарств. А импортировать планируют овощи, фрукты и стройматериалы. Напомню, инициативу о создании свободной зоны с Исламской республикой Нурсултан Азарбаев озвучил на саммите глав Прикаспийских государств пять лет назад. По данным Министерства национальной экономики, в прошлом году объем торговли с Ираном превысил 500 миллионов долларов США. Нашим министерством разрабатывается карта стимулирования экспорта. Несырьевой экспорт казахстанский сегодня составляет 23 миллиардов долларов США. Это хороший колоссальный прирост в экономике для трудовых ресурсов. Мы сейчас разрабатываем дорожную карту, где что можем упростить у себя, какие преференции мы можем, что называется, защитить, выбить в других государствах потенциального экспорта. Амангельдит Таспихов подал документы в Центральную избирательную комиссию. Эта процедура считается официальным выдвижением кандидата на пост президента Казахстана от Федерации профсоюзов. Таспихов предоставил копию диплома об образовании, сведения об опыте работе на госслужбе и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центра сберкома. Всего семь документов. На регистрации в качестве кандидата Амангельды Таспихову предстоит пройти еще несколько этапов, в том числе сдать экзамен на знание государственного языка. И сегодня же в ЦИК сдала свои документы, выдвинутые от демократической партии Казахстана. Акжол претендент Дания Яспаева. Она также предоставила весь необходимый пакет документов. На днях ей также предстоит экзамен на знание государственного языка. Имя пятого претендента на пост главы государства станет известно уже сегодня. Своего кандидата выдвинет Народно-демократическая патриотическая партия АУЛ. В эти минуты проходит внеочередной съезд организации, на котором присутствует моя коллега Гульнара Хасан. Гульнара, приветствую. Уже известно, кого выдвигает партия. Расскажите о кандидате подробнее. Добрый день, Иван. Да, имя претендента от партии АУЛ уже известно. Им стал 55-летний Толиутай Рахембеков. Доктор экономических наук, юрист. Имеет богатый опыт работы в сфере сельского хозяйства. Был вице-министром сельского хозяйства. Работал на руководящих должностях в Министерстве транспорта и коммуникации. А также был советником премьер-министра страны. Также работал и в частном секторе. Нынешняя должность Толиутая Рахембекова. Председатель правления Национального аграрного научно-образовательного центра. Как отметил председатель партии АУЛ Алибектаев, Толиутай Рахембеков полностью соответствует всем требованиям, выдвигаемым в кандидатуре претендента на пост главы государства. Тайного голосования не было. Все члены партии АУЛ единодушно поддержали кандидатуру Толиутая Рахембекова. Я отмечу, на внеочередной съезд прибыло порядка 200 делегатов со всех регионов страны. 94% из них имеют высшее образование, а в том числе это кандидаты и доктора наук, порядка 60% делегатов, представители аграрного сектора. Я отмечу, партия АУЛ зарегистрирована в 2002 году. В 2015 году она была объединена с партией патриотов Казахстана. В ее рядах насчитывается порядка 300 тысяч человек по всей стране. Такие данные, сказал Толиутая Рахембеков, он уже успел выступить. Но, тем не менее, партия АУЛ до сих пор не стала парламентской. Она никак не может набрать необходимые 7% электората на выборах. Пока, в этой минуте, вся информация. Иван, вам слово. Спасибо, Гульнара. Моя коллега только что рассказала об очередном пятом кандидате на пост президента Республики Казахстан от партии АУЛ. Мы продолжаем выпуск. Закрытые двусторонние и трехсторонние встречи участников астанинского процесса проходят в Нур-Султане. Очередной 12-й раунд переговоров начался со встречи российской и иранской делегаций. В международной встрече принимают участие представители России, Ирана и Турции, правительство Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей в столицу прибыла делегация из Иордании. Ожидается прибытие спецпосланника ООН Гейра Педерсена. Он впервые примет участие в переговорах в астанинском формате. Пленарное заседание с принятием итогового документа запланировано на завтра. Военный совет суда, наруководящий страной после госпереворота, пошел на переговоры с оппозицией. На встрече, которая прошла в президентском дворце, стороны договорились создать совместный комитет для решения спорных вопросов по будущему управлению государством. Как сообщает телеканал «Аля Арабия», этот будет демократическая система без недостатков. Напомню, военные захватили власть в Судане в апреле. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года. Сразу после переворота в столице Хартуми начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. Среди венесуэльских военнослужащих становится все больше дезертиров. Отказываясь выполнять приказы по подавлению протестов против правительства президента Николаса Мадуро, военные бегут в Колумбию и Бразилию. Еще одна причина, побудившая пойти на этот шаг – низкая зарплата – 12 долларов в месяц. Власти Колумбии заявили, около 1400 венесуэльских военных пересекли границу страны. А по данным бразильской армии, больше 60 военнослужащих Венесуэлы эмигрировали в Бразилию. В феврале посол Венесуэлы в ООН Самуэль Манкада на заседании Совета безопасности заявил, данные о дезертирах преувеличены. Представитель МИДа Уильям Кастильо сообщил, только 109 из 280 тысяч военных дезертировали. Сами военные опасаются за свою жизнь и скрывают свои лица. Семьи вышестоящего военного руководства находятся за пределами страны. Наши полковники, генералы живут хорошо, хорошо питаются, имеют хорошую заработную плату. В настоящее время в стране среди военных царит коррупция, и Мадуро закрывает на это глаза. Между ним и генералами нет разногласий. Глава оппозиционного конгресса Хуан Гуайдо, поддерживаемый большинством западных стран, пытается свергнуть Мадуро на том основании, что его переизбрание было нелегитимным. Но высшее командование вооруженных сил остается верным действующему президенту. По мнению дезертиров из Национальной гвардии, их командирам есть что терять. При остановке эксплуатации самолетов 737 Макс и сокращение объемов их производства обойдутся компанией Boeing в 1 миллиард долларов. Как сообщили представители корпорации, в эту сумму входят потери от затрат на переобучение пилотов и устранение ошибок программного обеспечения лайнеров. Итоговые же убытки компании могут составить до 3 миллиардов долларов, говорят эксперты. Это если учесть выплаты родным погибших в авиакатастрофах. Напомню, воздушное судно модели 737 Макс и Фиопских авиалиний разбилось в начале марта. Погибли 157 человек. А самолет аналогичной модели индонезийской авиакомпании Lion Air упал в прошлом году. Тогда катастрофа привела к 189 жертвам. К событиям в нашей стране. Паводковый период близится к завершению. Особых осложнений не было. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. Но под пристальным вниманием остаются затопленные участки в североказахстанской области. Наблюдается вторая волна прихода ввод на Сергеевском водохранилище. Под контролем также Петропавловск. Там происходят переливы через республиканскую трассу Челябинск-Новосибирск. Движение сейчас ограничено. В зону подтопления попали и дачные постройки. Угрозы населенным пунктам, в частности Заречный и ряду других регионов самого города Петропавловск, на данное время не представляют. Повышенное внимание мы также продолжаем уделять по реке Иртыш. Это Павлодарская область. В связи с повышенными расходами воды по Шульбинской ГЭС сброс составляет на сегодня уже понизили с 3500 до 3100. По территории Павлодарской области мониторим. Под контролем находятся 9 населенных пунктов. Семь раз присмотрись, один раз купи. Казахстанцам советуют хорошо подумать, прежде чем приобретать мобильные телефоны. Теперь проданные и исправно работающие гаджеты обратно могут не принять. Не подлежат они и обмену. Наш корреспондент Анастасия Валикжанина разбирала ситуации. Если брать, то один раз и надолго. Пожалуй, как раньше, менять смартфоны, купил, вернул, вряд ли получится. Министерстве нациоэкономики внесли изменения в закон о защите прав потребителей. И исключили мобильные девайсы из списка товаров, которые можно вернуть в течение двух недель с момента покупки, если вдруг они не подошли или не понравились. Но, как говорят в профильном ведомстве, эти правки принимались только в интересах самих потребителей. Что дальше делает у нас продавец? Он ждет покупателя, который не будет столь требовательным, который согласится на тот телефон, который вернули. Это первый вариант. Второй вариант. Он продает эти телефоны уже как в БУ, или он продает с определенной скидкой, которые не подлежат возврату. Третий вариант. Они идут на хитрости. Они подделывают новые гарантии, они чистят телефон, они стирают все следы предыдущего хозяина первичного и запаковывают в упаковку самостоятельно. Не на заводе, а самостоятельно. Но это же неправильно, это незаконно. Получается, что теперь, покупая новенький телефон, можно быть абсолютно уверенным, что аппаратом никто не пользовался. Кстати, если характеристики в описании не соответствуют действительности, или устройство неисправно, имеет заводской брак, продавцам некуда деваться, такой товар придется принять, возместить сумму в чеке или обменять на другой. Главное – поспешить с возвратом. Теперь мы фактически, для того, чтобы посмотреть, мы должны будем все равно вскрыть коробку, вставить свою симку. То есть, ну, они сами разводят руками, и на самом деле, вот те, кто торгуют, они не понимают пока, как это будет норма работать, потому что до недавнего времени они просто меняли или забирали эти сотовые телефоны и отдавали деньги. Ну, а как же отнеслись к новым правилам сами потребители? Мы задали этот вопрос алматинцам. Мнения разделились. Одни уверены, что теперь им не будет подсовывать БУ телефоны. Другие расстроились. Ведь больше нельзя будет экспериментировать. Я делала такое тоже. И насчет света. Я тогда зеленый покупала, по-моему. Да, и поменяли мы на золотой. Спокойно все отменяли. Я считаю, как потребитель, что это неправильно. С одной стороны, это удобно, я считаю, потому что продавцы, у них ответственность будет уже больше. Покупаем, то есть выбираем цвет и будем думать о том, что мы уже не сможем его обменять. Вот это, то есть, с одной стороны, тоже хорошо думаем. В соцсетях популярные блогеры уже делятся советами. Рекомендуют не спешить с покупкой очередного девайса. Может, стоит подумать, а так ли нужен новый телефон. И если уж сильно хочется, тогда как следует изучить понравившуюся модель, ведь за новинками сегодня не угнаться. Анастасия Валикжанина, Канат Каматаев, Алматы, Хабар-24. Боеготовность вооружения казахстанской армии проверил глава Минобороны Нурлан Ермикбаев в Алматинской области. На полигоне Коктал сейчас проходят командно-штабные учения Айболта-2019. Участвуют в них порядка 8 тысяч военнослужащих из подразделений сухопутных войск сил воздушной обороны. В маневрах задействованы больше двух тысяч единиц техники, включая фронтовую и армейскую авиацию. Министр обороны ознакомился с тем, как военные справляются с поставленными задачами, осмотрел и инфраструктуру полигона. Подразделениям поручено повышать боеспособность с учетом современных вызовов и угроз. И к этой минуте все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин